здрасьте какая вы красивая вот ни хуя себе прям так сказал я тебе и себе сказал но это есть такое поэта поговорка такая а они те то что у меня муж рядом а чего такого но можешь не горит не больше что красивая нет а мы правильно правильно давно вместе живете год год уже а сколько вам лет если не секрет как-то не спрашивают и девушек говорят а там у вас девушки я у девушек не спрашивал почему ну вы женщина же я девушка еще так нет все правда ну как вам ребята девочка 45 лет всего лишь в моей закрытой телеграм-группе ребята это всего лишь капля в море там куча чат рулетки сливы секретных женских чатов видео записи наших подписчиц аудиозаписи наших подписчиц они рассказывают ребята там на свое мнение там про женщин про мужчин про отношения там и так далее некоторые мошеннические схемы чаечи как они пытаются обмануть нас с вами ребят вот такие дела как бы но проходите по ссылочке в описании закрепленном комментарии подписывайтесь через специального бота ребят там ничего сложного нету простые инструкции если что-то не пол не получится напишите мне в личку я вам помогу ребят не пожалеете вам честно говорю это история реальная история будет о том как взрослый мужичок совращал девочек подростков прикрывая это все искусством когда мне было 16 17 лет я очень так серьезно увлекалась фотосессиями раньше в контакте было большое количество групп где девочки модели какие-то которые хотели бесплатно пофотографироваться могли оставить свои данные им писали фотографы которым нужно было потренироваться набить портфолио и так далее вот они вместе кооперировались и делали какие-то фотосессии не он или панс случайно называется сайт нет ребята всем здорово саночной связи и я очень очень часто участвовала в таких фотосессиях и был один фотограф не знаю может быть он есть сейчас у него была своя студия и вот он постоянно приглашал себе разных девочек пофотографироваться и однажды он пригласил меня начиналось все вполне адекватно нормально то есть я принесла пару нарядов мы начали снимать разные образы но в процессе фотосессии он очень сильно начал на меня давить напомню мне было тогда 16 лет мужчине возраст согласия между прочим этому было около 35 точно не знаю он начал на меня очень сильно давить а давай ты разденешься а давай ты снимешь майку а покажи сиськи они что слабо то есть это было такое целенаправленное психологическое давление ради того чтобы меня раздеть я на это не повелась у меня была довольно такая хорошая стабильная психика я такие уловочки вообще никак не велась как я поняла ему это не понравилось он больше меня на свои фотосессии не звал чаечка вся раз татуированная которая 16 лет и и так даже понимаю ходит по разным фотосессиям с мужчинами уединяется там каком-то на каком-то сайте это все довольно таки часто на там бывают и ходит дают у него стабильная ведь психика такая интересно но были мои знакомые подружки которые попали к нему на фотосессии и которых он все-таки уговорил раздеться это были несовершеннолетние девочки после этих фотосессий он выкладывал их обнаженное фото в интернет без какого-либо согласования с ними они просили его удалить эти фото естественно ничего не делал да есть такой стиль фотосессии ню когда снимают обнаженных женщин и это очень красиво и это творчество но это творчество и это красиво когда снимают взрослых совершеннолетних женщин с которыми заранее об этом договорились они когда психологически давят на девочек подростков и потом их голые фоточки выкладывают в интернет и вот знаете как бы даже в то время очень многие потом давили на них от сама виновата не было развиваться ты сама разделась блин ребята это подростки это по сути еще дети некоторые с неустоявшейся психикой поэтому если вы видите что вот на какую-то вот такую жертву кто-то пытается наезжать пожалуйста помогите человеку прекратите это если у вас есть возможность ну чё ребята поверили чаечкиному горю а особенно глядя на ее татуировки да вот можно сказать что такая скромненькая все бедненькая бедолашечка такая бедная вообще да вот так ну давайте по порядку во первых никаких детей никаких подростков там не было 16 лет это возраст согласия это по закону снялся вопрос снялся вопрос педофилии не обсуждается то есть ну как бы какого-то насилия не было по факту она не несколько якобы психологически давил там просил раздеться слушай ну так он просил или заставлял чем проблема-то минуток попросить то можно у не детей просил ни в коем случае не подростков это возраст согласия я извиняюсь чаечки могут слышно 16 лет уже рожать они ж не сказали одни сквозняка я извиняюсь беремене правильно так ну так и какие подростки какие он пишет он раздевал детей чё за бред то е-мое ладно хорошо пускай там пускай даже так это все было слушайте ну вы все сироты что ли и живете как бы ну так скажем не а социальном как у то мире то есть не полиции не с учет никого никого да вот вот он подруги он и меня заставлял и подружек всех вообще раздел типа ну так а чё почему никто никому не пожаловался тем более даже фотки выложил в интернет а может быть все таки это было в тайне от родителей да от чаечки пошли там на нью фотосессию надо же перед подружками пердушками похвалиться до чтоб секси фоточки были там в инстаграмчик выкладывать там попы оттопырены и так далее да ай-яй-яй-яй-яй а почему не заявили в полицию если так все плохо было почему родители не рассказали вообще никому не рассказал только только вот в интернете нас могла рассказать да может быть это все таки история выдуманная а может быть а если даже не выдумай можно просто сама хотела чаечка слушай солнышко вот я так считаю если было какое-то совершено правонарушение там преступление дал ты ты о нем рассказываешь то ты сейчас себе зарабатываешь статью знаешь какую если честно не помню там по цифрам именно там по счету какая статья как бы но если ты знаешь о преступлении и ты о нем не заявила правоохранительные органы ты являешься нарушителем я уж не помню там что там грозит за это как бы носом смысл то есть ты знаешь конкретно преступление на тебя там пытались соврать и там девочек совратили те я якобы девочек там да почему ты не заявила в полицию об этом скажите мне пожалуйста а может потому что это вообще не существовало да или может быть сама хотела там да ну в общем ребят от вопрос конечно же остается открытым но я свое мнение сказал ребята это все чёс это все чёс если у человека своя студия официально то есть они не в каком-нибудь подвале чердаке было да то есть его даже искать не надо как бы то что пау пальцем указала вон там типа работает да вот приходи полиция пришла бы там вообще без проблем там беседу провела бы там объяснение взяла бы может быть даже арестовали если был бы предмет для этого все да но этого никто не сделал ребят да потому что на это все сделал скорее всего для хайпа а может быть сама хотела действительно может быть это все там правда и было но тем не менее как бы ну надо попиариться таким образом хрен его знает да история для истории там и так далее ребята верить чаечкам это все равно что я извиняюсь писать против ветра как бы ну это вот 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 так вот ответришь все себе ответришь потом может боли будет болеть ребята и причем с чаечками в случае будет гораздо сильнее болеть так что такие дела ребята пишите конечно свои комментарии подписывайтесь на закрытую телеграм-группу ребята там подписка через бот ничего сложного нету ссылочка все есть в закрепленном комментарии и в описании конечно же контент это море ребята всего вам доброго хорошего здоровья и прекрасного настроения